весной пора обрезать метельчатые гортензии мне пришел кустик вот такой в заказах и на примере его я покажу как обрезаю метельчатые гортензии через год после посадки я не знаю зачем производитель оставил вот столько много ветвей на гортензии ну очень хорошо на таком кустики показывать сначала я вырезаю все тонюсенькие хиленькие веточки вот такие все слабые в первую очередь затем смотрю какие веточки повреждены и обломаны независимо от того толстая на или худая обрезаю вот здесь две ветки трутся одна о другую это очень плохо одну ветку нужно убрать не нужно допускать чтобы ветки терлись друг об друга потому что кора повреждается образуются ранки а это вход для инфекций поэтому не жалеем убираем одну веточку далее смотрю какие побеги идут внутрь куста их также вырезаю центр куста всегда оставляю свободным чтобы там была вентиляция вот ветка идет внутрь и и обрезаю вот освободив центр куста я смотрю какие побеги у меня по периферии если они не мешают друг другу я оставляю их и затем уже с этих побегов по периферии буду формировать скелет куста тоже веточка внутрь убираю ее и эти побеги затем я обрезаю на две пары почек вот каждый побег оставляю две пары почек вы должны понимать что с каждой пары почек будет по 2 а где-то и по 3 побега то есть оставив две пары почек вы получите как минимум четыре молодых зеленых побега а где-то и по 5 и 6 поэтому много не оставляем также нужно помнить чем больше побегов мы оставили тем менее крупные будут соцветия и когда немного побегов то соответствие будут крупнее поэтому все зависит от вашей цели я вот оставляю на две почки побеги и это будет мой скелет куста вот то что у меня получилось это касается это корень у меня я его обрежу он был вне упаковки сухой вот такая красота получилась ориентируйтесь на первый год после посадки на такую обрезку на две почки все сильные веточки вот что касается тех ветвей которые я срезала многие их выбрасывают я выброшу только тоненькие все которые более сильные крепкие я их оставлю на черенки вот раз два три на три почки буду делать черенки в дальнейшем но сначала поставлю все эти веточки в воду с эпином чтобы где-то сутки полтора они у меня постояли при комнатной температуре напитались отошли после холодного подвала затем буду с ними работать а как вы обрезаете метельчатые гортензии поделитесь в комментариях